Инициатором конкурса выступила Межрегиональная общественная организация природоохранный союз. Наша республика, как и все регионы, поддержала идею. В рамках проведения конкурса была создана специальная комиссия. Хочу сказать, было очень трудно выбрать победителей. Пришло много рисунков, но были определены критерии организаторам конкурса. Я даже вот зачитаю, чтобы не быть голословной, что должны были выполняться работы детьми с минимальной помощью взрослых и с соответствием тематике. Всего в первом этапе конкурса приняли участие 89 учащихся. Конкурсная комиссия определила 9 лучших работ в трех возрастных группах. С 1 по 4, с 5 по 8, с 9 по 11 классы. Мы вас пригласили, чтобы поздравить, пожелать вам и дальнейших успехов в вашем творчестве. Ну и надеюсь, что из вас кто-то выиграет и всероссийский конкурс. А после торжественных слов церемония награждения, в ходе которой победители и призеры регионального этапа конкурса «Лес боится огня» получили памятные подарки. Я долго думала, что нарисовать. В итоге я решила, что стоит нарисовать вот мой рисунок. С этой стороны я нарисовала, если природа нетронутая, если она охраняется, и с этой стороны, если произойдет пожар или не затушить, если спичку или костер. Мне сказала о конкурсе тетя. Помогала мне мама. Я нарисовал огонь с злой рожицей, как он нападает на лес. Также работы учеников 10-й школы Черкеска Павла Ступникова и Анастасии Буколовой-Ронской стали победителями в номинации «За оригинальность». А идея рисунка, откуда она возникла? Кто-то подсказал тебе ее? Нет, я придумала ее сам. А после сотрудники управления лесами устроили для ребят сладкий стол, где у них уже без камер и официальных лиц была возможность пообщаться. Отобранные рисунки продолжат участие в следующем этапе конкурса, который стартует 6 апреля и будет проходить в форме онлайн-голосования на сайте Общественной организации природоохраны Союз. Напомним, что по итогам конкурса 50 лучших рисунков учащихся будут размещены в качестве социальной рекламы в наиболее крупных городах нашей страны. Екатерина Семенова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.